Здравствуйте! Мы на пороге долгожданных майских праздников И надо бы, конечно, рассказать, куда сходить на шашлыки Но это, я думаю, вы знаете и сами Поэтому взглянем на афишу выходного дня Она в этот раз социально ориентированная Прямо скажем, афиша с гражданской позицией Всем желающим в рабочую субботу предлагается выйти на уборку города И очистить город от мусора, который накопился за зиму Мэри обещает помочь с инвентарем Выдать мешки для мусора, грабли и веники В воскресенье уборка продолжится, но в парке Харинка Там в соревновательной манере состоятся чистые игры Участники разделятся на команды и будут собирать мусор Выиграет та, которая соберет большее количество отходов Это понравится тем, кто любит и экологию, но и заодно посоревноваться Ну а после уборки самое время отдохнуть А вот где и как, расскажем подробнее Тактика, адреналин, чувство команды Все это и многое другое предлагает игрокам лазертак Это реалистичная имитация боевых действий без причинения вреда здоровью Как в компьютерных играх, только круче Задача зачистить здание, разминировать бомбу или удержать контрольную точку Ликвидировав при этом всех соперников Антураж создает специальное игровое оружие Немногие держали в руках пулемет, автомат Калашникова, винторез или СВД Если происходит попадание, то, например, вот как у меня повязка Она будет светиться, вибрирует То есть игрок воспринимает это довольно-таки все четко То есть нет такого, что не понять, попал, не попал Плюс оружие дублирует все это звуковыми сигналами То есть звуки стрельбы, перезарядки, звуки ранения Или если, соответственно, погибает Соответственно, в чем отличие от других тактических игр Если игрок погибает, оружие отключается Такие необычные игровые эмоции можно получить в клубе Лазерстрайк 37 Тактическая крытая площадка оборудована всем необходимым Таких в городе больше нет Этот отдых подойдет для больших компаний Для людей, уставших от рутины и будней И тех, кто хочет испытать свои способности Это здорово, это весело, это круто Никто не говорит, ты же девочка Тебе нельзя бегать с оружием И синяков нет Весело Советую приходить всем, потому что это очень круто От мала до велика От бабулек до маленьких детишек Что сложного? Да ничего сложного Не отдых, а настоящий отрыв предлагают в батутном центре прыгунок Понравится активным людям, любителям безбашенных развлечений и экстремальных видов спорта Здесь 22 батута для детей и взрослых Игровая зона для волейбола, баскетбола и доджбола Три поролоновые ямы Подойдет и любителям, и профессионалам по прыжкам на батуте Все улыбаются, все радуются Всем очень нравится прыгать, веселиться, бегать Здесь можно выплеснуть всю энергию негативную после школы, после трудных рабочих дней Взрослым тоже очень нравится Многие сначала боятся, но потом вспоминают свое детство Им очень приятно ощущать такие эмоции положительные от прыжков Для взрослых в прыгунке организуют вечеринку «Ночь на батутах» Для детей здесь проводят занятия, учат прыгать Еще малышне понравится скалодром и зона для боя подушками В прыгунке можно провести незабываемую вечеринку или день рождения Здесь можно поиграть в доджбол Можно попрыгать, поделать разные элементы Попрыгать с подиумов Если интересно, прошло Всех увлеченных видеоискусством приглашают в субботу в торговый центр «Евроленд» На эхо-фестивале «Все медиа детям» В Атриуме пройдут мастер-классы и занятия для ребят по киномастерству, мультипликации и телевизионной деятельности Можно будет увидеть выступления творческих коллективов Несколько дней в марте ребята-участники фестиваля Выполняли творческие задания по мультипликации, снимали игровое кино, работали над телепроектами И вот теперь смогут показать всем свое мастерство Мероприятие разделили на три блока Блок мультипликации, блок телевидения, блок кино Очень часто героями наших сюжетов становятся детские творческие коллективы Которые с удовольствием приняли приглашение принять участие в данном мероприятии И не только принять участие в мастер-классах, но и показать нам свои выступления В ближайшие выходные у нас состоится первенство Ивановской области в индивидуальной гонке на 20 километров И в понедельник 30-го числа, поскольку выходной будет групповая гонка на 75 километров Данные соревнования соберут достаточно представительный круг участников Будут и победители международных гонов, победители всероссийских соревнований Ну, в том числе и будет у нас категория для любителей на обычных МТБ велосипедах В которые может принять участие, в принципе, любой желающий Всех приглашаем 30 апреля состоится еще одно велособытие На парковке у торгового центра «Ясень» состоится велопробег Будут детские заезды, кросс-кантри и скейт-кросс на роликах Начало в 12.00 28 и 29 апреля в спорткомплексе «Факел» состоится кубок губернатора по танцевальному спорту Будет очень зрелищно Ну и, конечно, 1 мая ни в коем случае нельзя пропустить ежегодную эстафету В этом году она проходит 85-й раз по счету Все начнется и закончится на площади революции Сначала побегут школьники, потом студенты, а потом люди взрослые Начало в 12.00 Впереди 4 выходных дня Проведите их с пользой и удовольствием Скоро увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok